Чиновники от культуры вновь сели за парты. На протяжении двух дней в областной научной библиотеке лекции для приглашенных сотрудников 10 муниципальных администраций читают специалисты Департамента культуры и туризма, ведущие, архитекторы и реставраторы. Ликбез, рассказывают организаторы, просто необходим. Законодательство регулярно меняется. В прошлом году мы проводили порядка 4-5 подобных семинаров. Направлены они в первую очередь на повышение квалификации органов местного самоуправления в сфере охраны памятников для получения новой, более актуальной информации, для повышения их уровня знаний, в том числе и навыков в сфере реставрации памятников в истории культуры. Занятия, первоначально запланированные в формате лекций, академической теории в концентрированном виде проходят живо в режиме вопросов и ответов. Муниципальные чиновники полученную информацию записывают, чтобы впоследствии передать коллегам на местах. Игорь Лебедев, сотрудник мэрии Заволжска, рассказал, что боль всего района, особняки Бурунаевых-Курочкиных, в одном сейчас располагается музей, во втором – Дом культуры. Они сейчас не в лучшем виде, не в лучшем состоянии, тоже требуют внимания со стороны государства. И вот, наверное, может быть и на этом семинаре, и в ходе общения с экспертами мы попробуем найти какие-то пути для того, чтобы дополнительные финансы, может быть, дополнительные средства и связи для того, чтобы с этими зданиями что-то сделать, чтобы привести их в божеский вид. Архитектор Александр Лосев на примере собственных работ, вместе с коллегами он спроектировал Левитановский культурный центр и присутственные места в городе Плёс, учит чиновников правильно оценивать важность объектов и верно их эксплуатировать. Самый главный вопрос – это жизнедеятельность человека в здании. Именно та, которая наполняет это здание жизнью, та, без которой здание умирает, потеряв жизненную силу. Так как умирает, допустим, рука, если не прекратить кровоток. Обычно мы это недооцениваем, мы воспринимаем объекты культурного наследия как музейные экспонаты. В муниципалитетах дело с охраной памятников состоит не лучшим образом. Раньше объектами культурного наследия в районах занимались или поселения, или субъекты федерации, если памятник федерального или регионального значения. Сейчас вся забота на муниципальных служащих, а дополнительная ответственность требует углубленных знаний. Мария Снежнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.